Здравствуйте! В эфире программа «По существу» у нас сегодня в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Оршинова. Здравствуйте, Алена Игоревна! Здравствуйте! 20 февраля президент России обратился с очередным посланием к Федеральному собранию России. Мы хотели у вас спросить, какие основные задачи или какие основные решения вы можете выделить в этом послании президента? Достаточно много решений было предложено, и они были все долгожданными. Это послание Федеральному собранию многие отмечают как внутриполитическим, более социально ориентированным. И, конечно, многие позиции – это то, что ждали люди. То есть то, на что жаловались, то, о чем задавали вопросы, то, что не хватало. И, конечно, каждый отметил что-то свое. Конечно, я в первую очередь отметила, что акцент сделан больше на поддержку многодетных семей, что поднимаются выплаты как раз по уходу за ребенком-инвалидом, что будут предусмотрены налоговые каникулы для тех, кто потерял свой доход при выплате ипотеки. Для тех, кто уже фактически взял ипотеку, очень интересное решение, что фактически задним числом с 1 января 2019 года можно будет тоже претендовать на определенную льготу. Когда, например, 450 тысяч взносу, конечно, многим бы облегчило сегодня текущую материальную ситуацию. И когда предлагается еще и 6-процентную фактически выплату еще и на весь срок ипотеки, то есть фактически она становится на все время льготной, что тоже очень важно. И, на мой взгляд, такие меры, конечно, очень поддержат текущую экономическую ситуацию многие семьи. Достаточно много было предложено вместе с Центробанком по стимулированию и ЖС тоже было предложение. И рассмотреть и правительство вместе включиться в эту работу. И освободить от налога тоже многодетные семьи той земли в размере до 6 соток и многое другое. Но на самом деле очень много решений. И по поводу пересчета тоже выплат, где они были отменены или снижены, это социальные выплаты к пенсии. То есть, ну, конечно, это то, на что в последнее время жаловались люди, о чем задавали вопросы. Поэтому я очень рада, что по поводу поддержки многодетных семей это отдельная история. И сейчас правительство делает все возможное, чтобы выполнить это послание и в этой части в том числе. В Государственной Думе как раз действует постоянная рабочая группа под руководством Александра Дмитриевича Жукова. Он является вице-спикером Думы. И он, конечно, уже говорил о том, что в ближайшее время будет полностью сформирована дорожная карта по выполнению этого послания. Мы фактически завершили уже выполнение прошлого послания. И это такая круглогодичная постоянная работа, потому что формулируется каждым комитетом пакет законодательных предложений изменений, в том числе изменений нормативно-правовых, которые требуются в том числе в партнерстве с правительством решить и применить. Поэтому уже 18 марта, это в ближайшее время, на Совете Думы этот вопрос уже полноформатно будет подниматься. А далее все комитеты, фракции будут уже реализовать это послание. И, конечно, комитет по образованию не исключение, потому что очень много было нарезано задач именно в сфере образования. Есть часть, которая обеспечена, и она звучала раньше, например. То есть был акцент сделан на ясли, на малый дошкольный возраст. И, конечно, мы сделали все возможное, чтобы уже в федеральном бюджете изначально предусмотреть, в национальном проекте демография, финансирование этого вопроса. И здесь у нас, вы знаете, 36 миллиардов рублей на этот год предусмотрено, и ежегодно такая сумма будет выделяться. В своем послании глава государства много внимания уделил образованию. Как именно вот эта задача обеспечения детей до трех лет детскими садами и вот более младшего возраста, особенно детей, как вот эта задача будет реализовываться? Вообще эта задача для нас не новая. Начнем с того, что как раз у нас в партии «Единая Россия» действует проект партийный «Новая школа». И это проект-приемник как раз программы «Детские сады детям», которую я курировала в прошлом созыве, когда работала в Государственной Думе. И для нас было приоритетом как раз обеспечение стопроцентной доступности для детей дошкольного возраста детскими садами старше трех лет. И мы тогда сделали все возможное, и благодаря фракции в Государственной Думе «Единая Россия» мы выделили тогда более 130 миллиардов рублей. Буквально за несколько лет мы построили более 5000 зданий, и более 1 миллиона 150 тысяч детей пошли в новые детские сады. Конечно, это была большая мега-задача, и надо дать должное и всем регионам, но в особенности нашей Чувашской Республике, что действительно очень быстро, слаженно, оперативно поступала субсидия. Все документально было сопровождено. Были региональные деньги в софинансировании, муниципальные деньги в софинансировании, что продолжается и сейчас. То есть фактически сейчас то, что говорили, да, нужно повышать доступность дошкольного образования, особенно для детей уже младше трех лет. И эту задачу поставил нам президент, и в национальном проекте «Демография» эти средства мы уже предусмотрели. И сейчас ежегодно фактически почти по 40 миллиардов рублей будет выделяться на строительство именно новых детских садов, более ориентированных на младший дошкольный возраст. Темпы не будут сбавляться строительства? Нет, темпы не сбавляются. Я скажу, что сейчас фактически нам за три года по стране нужно создать 270 тысяч новых мест. И особенно подчеркну у нас Чувашскую Республику, где 11 детских садиков у нас будет построено в самих Чебоксарах. И еще 5 – это Канаж и Новочебоксарск, Чебоксарский, Цивильский и Комсомольский районы. Конечно, это долгожданные детские сады, потому что у нас каждый ребенок особенный, каждый должен получить подготовку в школу, каждый должен развиваться в социуме. Поэтому и Чувашская Республика благодаря слаженной работе, сейчас как раз основной у нас акцент будет на городе Чебоксары, вместе с командой уже и города, очень здорово срабатываются, фактически строят новые садики в огромнейшем количестве. Это беспрецедентно даже для огромных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург. И среди всех регионов по количеству, по объему субсидий, которые получает Чувашская Республика, у нас самая большая субсидия. Самая большая. То есть фактически полтора миллиарда рублей. Поэтому, конечно, нам большое доверие. Мы всегда можем рассчитывать на дополнительное внимание со стороны центра федерального. Здесь, там знают, что здесь ценят деньги, каждую копейку, и рачительно ее расходуют. Конечно, для нас это тоже важно. Все-таки у нас и строительная отрасль участвует активно. Это тоже работа для строителей. Это кумулятивный эффект, это заказ стройматериалов. Поэтому, конечно, для нашей экономики это очень хорошо в регионе. Ну и, конечно, будем говорить о том, что школы. У нас ежегодно строятся школы. И мы продолжаем здесь тоже участвовать, получать субсидии. И, конечно, вот мы сейчас видим, как счастливо ходят дети в первую школу на Гладково. Ждем в Волжске 3. Да, да, у нас уже в Цивильске школа работает фактически. Ждем в Волжском 3, в Новом городе. Программу утвердил глава республики Михаил Васильевич Игнатьев. Большую, огромную, на 32 объекта. Уже фактически в Ядрине у нас строится начальная школа. Уже у нас в Батарево реконструирована школа. То есть все идет своим чередом и, можно сказать, большими темпами. Поэтому я думаю, что нужно темпы просто сохранять и продолжать так же слаженно работать. Получается, в новых школах там будет все новое. Инфраструктура тоже новая. А что касается старых школ? Ну, не особо новых, может быть. Ну, если отталкиваться от послания президента, то, конечно, он тоже сделал на этом акцент, что нужно подтягивать инфраструктуру и особенно сделать акцент на тех школах, где, например, нет канализации или слабого водоснабжения или, например, отопления проблемы есть. Но, к сожалению, у нас в стране есть такие школы. И это в том числе Сибирь. Как ни странно, казалось бы, в Сибири вообще температура очень низкая зимой и достаточно проблемная. Это все здорово, что когда мы озаботились программой реконструкции спортивных залов в сельских школах, наш глава республики одновременно взял под контроль теплые туалеты, чтобы в каждой школе были теплые туалеты. Поэтому так остро эта проблема теперь в республике не стоит. То есть делалось все одновременно. Поэтому, конечно, такие вопросы на контроль республики. И очень здорово, что сама программа тоже федеральная, она предусматривает разные возможности. Поэтому сегодня республика в них участвует и выигрывает в разных проектах. То есть мы уже фактически принимаем федеральные субсидии на решение разных вопросов. Это в том числе и в сельских территориях. И сейчас новые задачи по интернету, вы знаете, что фактически нужно увеличить в 400 раз скорость интернета. Если мы вспомним 2006 год, то вопрос стоял иначе. Доступ в интернет. Доступ в интернет. Нам интересно, чтобы учителя-школьники участвовали в межрегиональных, международных проектах, участвовали в олимпиадах, участвовали в различных конкурсах, подавали гранты с помощью технологий. В том числе и могли пользоваться платформами российской электронной школы, другими известными платформами Яндекса и так далее. Поэтому, конечно, это все сегодня необходимость. Это не баловство. Алена Игоревна, пока мы с вами разговаривали, у меня возник такой вопрос. Раньше у нас была не то что тенденция, а в каких-то отдаленных районах школы старые совсем закрывали, и детей возили в автобусах в центры желательно, но более новые школы. Сейчас эта тенденция сохраняется или она как-то немножко видоизменилась? Нет, нам важно, что если, например, инфраструктура школы устарела, нам важно, чтобы в этом районе была построена новая школа. При этом, конечно, я понимаю и отдаю должное выдержке региональных, муниципальных властей, потому что все жители правы, что их ребенок должен учиться в близлежащей новой современной школе. Но они ранжируют фактически, где больше потребностей, где больше детей, туда первее идет эта школа. Поэтому, конечно, есть некоторые трудности. Но программа принята, и, конечно, будет очень здорово, если муниципальные власти вовремя будут подготавливать проекты, их согласовывать, и тогда будут везде новые современные школы. И я уверена, что этот план даже можно попробовать перевыполнить и подобрать еще чью-то субсидию из региона, потому что по детским садам нам это удавалось. Дальше. Значит, что касается подвоза. У нас же теперь ежегодно и новые школьные автобусы закупаются. Да, закупаются. И очень важно, чтобы у нас соответствовали дорожные полотна. Потому что не везде можно запустить эти автобусы. И я разговаривала с жителями в разных местах, что не пускают автобус, потому что есть проблемы, они могут, не соответствуют стандартам. Поэтому это отдельная проблема, и я точно знаю, что правительство республики этот вопрос тоже решает. Главное, что федеральные средства на закупку автобусов поступают. Это хорошо, то есть здесь нужно решать цепочкой все эти вопросы. Ну и, конечно, есть еще проблема, когда в крупные города переезжают все-таки семьи, привыкают к городской больше жизни, и это тоже нормально, проблемы в этом нет. Но меньше учеников становится в школе. И тогда встает вопрос по поводу того, что целесообразно ли содержание этой школы там. А школа вообще-то, она определяет жизнь всего села или ближайших сел. То есть встает вопрос. И я как раз подала правительству Российской Федерации такое предложение, чтобы мы не закрывали эти школы, а чтобы мы их использовали как социокультурные, центры, чтобы там можно было проводить досуг, пользоваться спортзалом, местные сходы, чтобы там можно было медпункт тоже использовать и прочее. То есть это пока предложение еще на рассмотрении. Поэтому, конечно, здесь можно со всех сторон заходить. И я уверена, что если дети все-таки будут появляться, будут наоборот уезжать, благодаря в том числе и теперь новой программе «Земский учитель», что в послании президента тоже было анонсировано, то я думаю, что есть шанс, что и детки тоже будут появляться. И не будут уезжать, например, люди и специалисты разных профилей, вот как «Земский доктор» у нас, да, есть программа «Земский учитель». И будет мотивация с 2020 года оставаться в малом городе или в селе. Поэтому, конечно, миллион рублей подъемных, мне кажется, еще никому не мешал. Какие наиболее важные законопроекты, рассмотренные Госдумой, в феврале вы можете отметить? Вы знаете, очень важный закон, о котором тоже говорил наш президент в своем послании, это закон о паллиативной помощи. Он очень важен и нужен, и уже давно говорили наши волонтеры медицинские и те, кто поднимал вообще хосписы в Советском Союзе, в нынешней России, что нужна паллиативная помощь. И она касается не только медицинского вмешательства, она касается еще и, например, бригад, которые могут выехать домой к пациенту, болеющему неизлечимой болезнью, и снять, в том числе и при помощи наркотических средств или психотропных препаратов, какие-то острые болевые синдромы и последствия болезни. Но человек хочет в этом состоянии быть больше дома, проводить с близкими, или, например, поменять место жительства, уехать из этого региона ближе к внукам, не быть одному здесь, на больничной койке. Это может коснуться абсолютно каждого. И вот как раз этот закон, именно об этом мы выполнили пожелания всех волонтеров, которые обращались с просьбами, были внесены все поправки. И, конечно, в едином порыве все проголосовали за то, чтобы вот эта медицинская палеоативная помощь у нас заработала, потому что она отсутствовала. Здесь уже больше, наверное, об отношении не медицинского персонала к пациенту, а, знаете, конечно, в медицинском ракурсе, но как человек к человеку. Спасибо, Алена Игоревна. Благодарю вас. За интересную беседу. Успехов вам в законотворчестве. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok